Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и в эфире IsleEvRima. Кого бы мы могли встретить в EvRima? Да. Кого уж кого, но посмотрите. Нежданно-негаданно я зашел поиграть в EvRim'ку и такой смотрю... Нифига себе, можно поиграть за компика, потестить его? Думаю, да ну нафиг! Так, реально, посмотрите, моделька компика. Да, я могу бегать на нём. Удивительно. Ох, маленький красавец. Так, а что у него вообще по механикам? Сразу же можно посмотреть. Давайте посмотрим, почему бы нет. Так, прыжок. Прыжок прыгает. Прыгает невысоко, как маленький лягушонок. Но что мне больше всего нравится, это его передвижение. Посмотрите. Хаотичные передвижения лягушки. Да, это маленький зелёный лягушонок. Так, нюхать мы можем? Интересно. Ну, он вроде бы как принюхивается, вроде бы что-то пытается своим маленьким носиком понюхать, но ничего не получается. Так, я слышу, где-то в стороне кричит большой птернадон, и как бы он меня сейчас не сгрыз. Так, не утащил в своём клюве. Мне хочется посмотреть его ещё, знаете что? Давайте посмотрим крики. Есть ли у него какие крики? Так. Мы, по крайней мере, слышим, как он пищит, когда он передвигается. Единичка, двоечка, троечка, четвёрочка. Ф не работает, к сожалению, но он сам по себе щебечет, щебечет, как маленький воробушек. Кстати, посмотрите, как у него вытянута шейка, когда он бежит. Он как будто смотрит только в левую сторону. Я не знаю, почему так сделана моделька. Модельки анимации компиков вроде бы уже все полностью готовы. Да, мы даже в Риме уже видели, как они прибегают маленькими стайками, когда мы на других динозаврах убиваем, допустим, тех же кабанчиков, зайчиков, кроликов. Стайки маленьких вот этих пакостников, компиков, набегает и сжирает нашу тушу, ворует наше мясо. Удивительно. Так. Что ещё хотел посмотреть? Control. Control, по-моему, вроде бы нажимаешь, он работает, но он левитирует по воздуху. Это, да, это, знаете, это спринт. Это спринт. Так, хорошо. Нажмём на С. На С, на З. Вот. З. З, З-дучку, и он медленно передвигается. Смотрите, с маленькой, как будто опасочкой такой смотрит в стороны. Угу, да-да-да. Ну, как-то всё равно анимация кривоватая немножко. Что с ним? Может быть, он какой-то покалеченный или что? Ну, в Семе, как говорится, не без урода. Так, ладно. Мы идём строго на Саус, идём к воде. Идём к воде. Я хочу попить, поесть. Кстати, что у него по диетам? Диет у него абсолютно никаких нету. И мы, кстати, непонятно в стадии Full Adult. Да, стадия Full Adult. Но здесь почему-то старая, знаете, какая-то статистика из Legacy, даже я бы сказал. Рост Ютораптор. По-моему, вот это даже какой-то Zuhamim или... Нет, это Ютораптор. Четыре новых модельки Ютораптора. И одна старого Ютораптора. Диеты, кстати, все падают на низ. Но мы видим, что по диетам у него ничего нету. То есть, как это работает, я немножко не пойму. И так, смотрим. Вес этого животного 3,5 килограмма. Максимальная скорость 25 километров в час. Битфорс 2. Ну да, насколько мы знаем, что компики, они были маленького роста, сравнимы с современной кошкой. Так, мы можем пить воду? Да, мы можем пить воду. Посмотрите. Интересно, как он пьёт воду? Он хоть туда мордочку... Подождите, мордочку свою туда окунает? Ну-ка, ещё раз. Стойте. Пьём. Вот только что же было написано кнопочка Е, чтобы пить. Ой, куда ты поплыл? Куда ты поплыл? Не левитируй в воздухе, пожалуйста. Так, подходим ещё поближе. Аккуратно. Ещё, малыш. Вот, первые шаги в воду. Так, и начинаем пить. Так, он набирает водичку. Посмотрите, как он её только что... Вот, да-да-да. Он в своём маленьком клювике, в своём рту. А, полоскал только что эту воду. Так, ну что ж, ладно. Давайте переплывать. Жалко, конечно, что мы не можем ничего нюхать. Но, насколько мы знаем, что компики будут полностью игровыми. Полностью игровыми во время, когда будет сэндбокс. Но до сэндбокса нам ещё далеко. Поэтому, по крайней мере, вот сейчас я могу потестить компика. Так. Нюхать. Давайте попробуем ещё раз подержать кнопочку Q и понюхать всё-таки. Я не знаю. Может быть, у него так долго срабатывает вот эта вся анимация физика нюха. Фиг его знает. Нет. Не может нюхать. Может быть, разработчики Эврима нам что-то не договаривают. То есть, моделька пока ещё, видите, как не проработана до конца. Так, малый-малый наш, кстати, смотрю, не шибко голодает. Но требуется вода. Вот сколько мы уже, наверное, играем? Минут 10, да? И употребление воды, он очень. Такое, ну, было процентов 10 за 10 минут, как бы. А вот с едой? С едой, по-моему, вообще прям перспективы, всё нормально. То есть, маленький желудочек, одну лягушку съел когда-то давно, и всё. Он не голоден просто. Так. Бежим-бежим. А давайте посмотрим. Подождите. 97 процентов. Ну, конечно, ну, сами подумайте, ну, что нужно такому маленькому динозаврику? Маленькая лягушка съел маленькую лягушку, и ты сыт весь день. Как бы, да, вот так. Попробуем сейчас всё-таки допрыгать до лужи, до знаменитой лужи на Саусе. А там, может быть, и повстречаем каких-нибудь кабанчиков. Ну, самое главное, на живых не нарваться, иначе нас, они просто забодают. А вот на каких-нибудь трупов, тех самых кабанов, козликов, я бы, конечно, насытился бы. Попробовал поесть вообще. Как работает анимация. Так, надо покусать. Вот, укуса я ещё не пробовал. Левая кнопка мыши. Нет, не работает. Не работает. Это у него в желудке вырчало? Блин, мне всё-таки нравится, как он прыгает. Это, блин, ну так смотрится кайфово, реально, честно. Он напоминает маленького лягушонка и в то же время зайца, знаете. Весёлый малый, однако, а что? Ну, а почему нет? Да. Юта где-то ещё, по-моему, вон там кричала, только что я слышал. По-моему, хач. Но не суть, меня всё равно не так уж и заметно. А ещё хочется мне подойти к какому-нибудь крупному динозавру и посмотреть со стороны, сравнить, да? То есть, его и себя со стороны посмотреть, какой же, насколько я маленький. Ну, конечно, во время, если они будут когда-то донатными, эти динозавры, так вот чисто почилить, почилить на них можно будет, так ради удовольствия. Знаете, так лайтово провести время. Сейчас мы ещё какой-нибудь Юту встретим. Вот я только что слышал крики, да, по-моему, фулл-адолт. И попробуем у него кусок мяса отобрать. Интересно, будет он нас гонять? Хе-хе-хе. А вот давайте, 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 наверное, побыстрее пробежим на шифте, пошифтуем. Ха-ха. Это мне напоминает какого-то, не знаю, дикого страуса, который своими ногами резвыми просто ускоряется от какого-нибудь шакала, который гонится за ним. Так, стойте, 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 фрукты. А вот можем мы поесть фрукты, интересно. Я, конечно, всё понимаю, что во время может быть что угодно. Ладно, хорошо, я тебя понял, мы бежим дальше. Почему он так шейку влево поворачивает? Я видел, как бы, когда играл во время на других динозаврах, я не видел, не обращал внимания, чтобы кумбики, они как бы выворачивали шею как-то строго влево. Вроде бы с позвоночником, с головой у них всё нормально. Эх, жалко, мы не можем хотя бы свистнуть, хотя бы чуть-чуть свистнуть. Такой маленький писклявый крик какой-нибудь издать. Ну ладно, до лужи мы хотя бы уже практически допрыгали. Маленький лягушонок. Маленький лягушонок бежит на водопой и... Может быть, я динозух сейчас повстречаю. И, кстати, насколько я рассказывал вам новости, когда какой-нибудь динозух будет лежать на пляже, греться на солнышке с открытой пастью, компики вроде как будут подбегать и выковыривать у него кусочки мяса из его пасти, из его зубов. Так, ну, сейчас хотя бы на момент, на секундочку, попробуем себе представить это. Маленький компсогнатус, маленький компсогнатус. Так, я на луже. Слушайте, а скорость сравнима, в принципе, даже, я бы сказал, с гереркой. Достаточно быстро мы добежали. Хотя у герерки, по-моему, если я не ошибаюсь, скорость километров 30-40 километров в час. Ну, малый, малый бегает очень достаточно быстро. Малый, резвый, это мне нравится. Так, давайте попробуем еще раз вот здесь попить. То ли он плывет, то ли он идет, я немножко не понимаю. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Что за скорость его передвижения? Мамма-ми-я! Пожалуйста, подождите, он еще и приоткрывает рот. Посмотрите, это подводная лодка. Ну, нифига себе. Опа, очки. А вот это самое интересное. Самое интересное, что же будет, если компик попробует напасть на большого взрослого кабана? Хм-хм. Такс, окей. Тык-тык-тык-тык-тык. Стоять. И где же притаился наш кабанчик? Идет. Идет наш отбивной бюштекс. Ну что, из-за укрытия нападаем? Правда, я не умею кусаться! Ой-ой-ой. Ну, понятно дело, ты меня с одного раза затопчешь. Невероятно. Как у него это получается? Ну что же, ребятки. Всем, кому понравилось данное видео, пальчик обязательно вверх, подписочка на канал. Пишите в комментариях, что думаете о компсогнатах. Компсогнатах и вообще в целом об Эвриме. Все. Всем хорошего выживания в мире Эл Эврима. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok